на расследование в отношении американца. Напомню, что на прошедших выходных Грин спровоцировал аварию, в которой пострадали пять транспортных средств и погибли две женщины. Бой в силе. Многие опасались, что поединок будет снят с московского турнира из-за расследований и судебных разбирательств Грина, его психологического состояния, что вряд ли он теперь будет биться, но всё же бой остаётся в карте. Сейчас ходит много вопросов. На самом ли деле Тайсумов достоин места выше в топе дивизиона? Действительно ли он такой мощный боец или дело в соперниках, которые были слабее? Как ему удаётся раз за разом нокутировать своих соперников? К слову, у Бека пять нокаутов подряд, парень рекордсмен в лёгком весе UFC. Так вот Тайсумов ответил на все вопросы, причём не словом, а, как говорится, показал на деле. Он опубликовал видео спарринга, на котором видно, что спарринг – жёсткий, бег сильно вкладывается в удары, а дальше видно, как Тайсумов здорово готовит проход и переводит на настил. Многие заметили, что соперник меньше Тайсумова. Кто-то даже переживал за здоровье бойца, как бы бег не сломал его при переводе. Один подписчик даже написал «Опять ребёнка бьёт». Но несмотря на это, видно, что этот парень ударник, на руках хорош, видно, что из муай-тай. К тому же в стойке лучше спарринговать с тем, кто легче и быстрее тебя, а вот уже бороться надо с тяжем, чтобы почувствовать вес соперника и его силу. Я практически уверен, что Бекхен не всегда спаррингует с маленькими ребятами. Просто так совпало в этот раз, что его соперник меньше. Удачи Мэри Беку, всегда интересно смотреть его бои. Очень зрелищный и сильный боец. Возможно, громко сейчас скажу, но я вижу его будущим чемпионом. С вами был канал Антона в ММА. Самые лучшие новости для вас. Подписывайтесь на канал, нажимайте колокол, чтобы смотреть меня первым. Встретимся через несколько часов. Пока.